Итак, друзья, у нас продолжение контента по лампам H1. Кто смотрел прошлое видео, тот, наверное, уже знает, что там мы тестировали светодиодные лампы в дальнем свете. А сегодня я решил проверить те же самые лампы в ближнем свете. Это K6C V2, которая себя показала максимально интересно в дальнем свете. Напомню, она светила почти где-то в два раза ярче, чем стандартная галогеновая лампочка от Osram, с которой я ее сравнивал. И мне, собственно, и захотелось. И к тому же она оказалась максимально холодной. То есть потребляемая мощность была где-то в районе 35 ватт. И я, собственно, захотел посмотреть, как она светит в ближнем свете. И для этого у нас есть фара. И фара, как вы это видите, уже от десятки, там, двенашки. В чем суть? У нее H1 как в ближнем свете, так и в дальнем. Ну, дальний свет мы уже посмотрели в прошлом видео, а вот касаемо ближнего света, я предлагаю сегодня, собственно, поставить ее ближний свет и посмотреть, как она там будет светить. Вот как она устроена со стороны крышки. Соответственно, это ближний свет, это дальний. И там, и там H1. Поэтому будем использовать как раз вот ее для того, чтобы понять, что у нас может получиться при использовании светодиодной лампы именно вот в такой вот фаре. Но, ребята, для начала я хочу показать, как она светит на родном галогене. Поэтому поставил галогенку, сейчас ее включу и мы оценим светотеневую границу. Итак, включаем. Так, смотрите, здесь нам надо, конечно, немножко подрегулировать светотеневую границу для замеров, и потом я сейчас дам уже комментарий касаемо самой СТГ. И, ребята, вот в полной темноте показываю, вот такая вот своеобразная светотеневая граница. К сожалению, да, вот так вот она выглядит. Не очень правильно, галки как таковой здесь практически нету. Вот есть небольшой подъемчик, но он и тут же заканчивается. Но это, ребята, это вот эта вот фара прекрасная и такой вот автопром у нас, собственно, и такие вот рефлекторные фары. При том, что это качественно здесь стоит лампа от фирмы Осром. Вот, ну ладно. Показал я, собственно, вам СТГ. Давайте я сделаю замеры для того, чтобы у нас были данные, и, собственно, потом уже перейдем к установке LED-лампы. Первая точка 28,6. Это и видно, что вот этот край, он достаточно сильно, так сказать, просажен по яркости. Вот, если по сравнению с этим, то здесь ярче, чем вот там. Это видно. И давайте, наверное, сейчас тоже сниму данные по ослеплению. Теперь давайте поменяем на светодиодную лампу и посмотрим, что будет с ней. Напоминаю, что лампа крепится с помощью вот этих резинок, то есть у нее нет защёла, как в циколях там H7, H11. Она крепится исключительно за счет вот этих уплотнительных двух колец. И придется нам использовать вот такого плана резинку. Сейчас я ее замерю. У меня она использовалась, как накладка на люксметр, поэтому задняя крышка вырезана. Но тем удобнее, собственно, вам будет понимать, что она подходит именно для вот этой фары. Сейчас я единственное, что STG посмотрим, и потом я уже найду вот такую резинку и закрою фару на какое-то время. Итак, друзья, лампу я уже упаковал, драйвер туда прекрасно помещается, подключил и давайте смотреть, что у нас получается. Так, включаем. Опять же, 2,7 ампера зафиксировали для себя и давайте смотреть, что у нас получается за STG. И, ребята, первое, что я вижу, я вижу, что стало сильно ярче. Настолько ярко, что мне прям интересно сходить замерить люксметром, потому что что-то там достаточно прям сильно прибавилось по свету. Сейчас я давайте покажу, что тут можно на регулировать, хотя поворот лампы здесь не сильно большой. Лампу здесь можно повернуть буквально вот на какие-то тут градусы. И если посмотреть, что там вообще можно порегулировать, ну вот чуть-чуть, ребята, буквально какая-то тут ерунда в плане поворота, ну мне кажется, что это вот что-то вот такое. Вот сейчас я эту фару немножко отрегулирую вниз, как она должна быть, и, наверное, поверну немножко еще влево, благо регулировки позволяют, и потом уже можно будет, собственно, заниматься замерами. Итак, STG я отрегулировал, вот она там, теперь какая-никакая есть. Крышку закрыл, закрыл, заклеил скотчем для того, чтобы, собственно, нам получить данные. Сейчас подожду, пока эта вся система прогреется, чтобы получить уже более достоверные данные, и пойдем тогда мерить и смотреть, насколько эта лат-лампа лучше, чем галоген, ну или хуже, в зависимости от результатов. Итак, друзья, прошло где-то 30 минут, смотрите, ток у нас упал до 1,91 ампера, дальше ждать, в принципе, смысла уже нет. Итак, смотрим. 13,2 умножить на 1,91, получаем 25 ватт. Вот с 35 ватт лампа просела где-то на 10 ватт, при условии, что она достаточно холодная. Так, наша задача теперь пойти вот туда и все это замерить, и сравнить с галогеном, чем я, собственно, сейчас и займусь. На ощупь фара чуть теплая, в сравнении с галогеном, конечно, огромная разница, но и мощность 25 ватт, она как бы подразумевает, что КПД этой лампы значительно выше. Итак, результаты таблицы вы видите перед своими глазами, давайте кратко поговорим о полученных результатах. Первый результат, LED-лампа даже на 20 с копейками ватт светит почти в два раза ярче, чем 55-ваттный галоген. И это, ребят, факт, вот я, собственно, все замерил, поэтому, как говорится, трудно с этим спорить. Смотрите, какой момент, но это увеличение освещенности, особенно в таких вот древних фарах, оно не дается просто так, соответственно, ослепление тоже выросло. Тоже выросло на почти в два с половиной раза в среднем, но основное ослепление это в центре. Это плата за увеличившуюся яркость ближнего света, и действительно, ничего просто так не дается. Какие выводы из всего этого можно сделать? Вывод первый, даже лампа на 20 с чем-то ватт даст вам света гораздо больше, чем галоген. Отсюда можно сделать вывод, что не надо, не надо приобретать в рефлекторные фары лампы больше, чем вот 35, даже 40 ватт, это уже многовато. Почему? Потому что, опять же, вот 25 ватт прекрасно светит, поэтому, собственно, топовые бренды Philips, Osram, они делают лампы порядка где-то 20-18 ватт, потому что они считают и понимают, что нет никакого в этом смысла. Поэтому, ребят, я вас еще раз призываю, рефлекторные фары не ставьте лампы, там больше 40 ватт, 40, 50, 70, это все просто будет хрень, эта лампа будет перегреваться моментально и никакого проку для вашего света не будет. Более того, вы еще какое-то время будете очень сильно слепить встречную. И сегодняшний тест, хоть эта фара не очень показательная, но он, собственно, это показал. Да, фара достаточно старой конструкции, но все равно ослепление вы будете сильно слепить. Поэтому, ребят, призываю вас, в рефлекторные фары ставьте лампы меньшей мощности. И вот хороший вариант лампы, даже, хотя мы видим, что даже с ним все равно у нас мощность ослепления, оно стало выше, стало выше, чем на галогене. И, тем не менее, все равно, ребят, 25-23 ватта, это более чем достаточно для того, чтобы вы прекрасно видели дорогу. Но мне, опять же, интересно услышать ваше мнение, давайте в комментариях, собственно, его обсудим. Какие лампы предпочитаете ставить вы и какие, собственно, у вас стоят. Ссылка на данные лампы, естественно, будет в комментариях, соответственно, давайте увидимся там. Я, опять же, читаю сейчас все комментарии, мне интересно, собственно, услышать ваши аргументы, касаемо ламп, в рефлектор, именно в ближний свет. Вот этот вопрос давайте и обсудим. Также, ребят, огромное спасибо всем тем, кто поддержал канал материально. Благодаря вашей поддержке есть возможность приобретать новые лампы, соответственно, приобретать какое-то оборудование. И вот вы действительно, так сказать, помогаете выпуску новых видео. Огромное вам за это спасибо. Ну, надеюсь, собственно, информация была для вас полезна. Спасибо, кто посмотрел, и до новых видео.